Привет, друзья! Я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна.юэй. Недавно в информационное пространство вернулся российский блогер и оппозиционер по совместительству Алексей Навальный. Напомню, что с февраля месяца он отбывает срок в колонии, а с конца марта объявил голодовку по причине недопуска к нему его личных врачей. Жалуется Алексей на онемение конечностей и боль в спине. Судя по его постам в фейсбуке, а также по тому, что говорят в его окружении, результаты его анализов ухудшились, а адвокаты озвучивают ужасающие прогнозы. Алексей может скончаться от остановки сердца в любой момент. В поддержку оппозиционера публично выступили около 70 известных личностей Запада, американские СМИ, а также советник президента США по вопросам нацбезопасности Салливан. Он даже пригрозил России последствиями в случае смерти оппозиционера. В Кремле на это ответили, что здоровье заключенных в России не должно волновать руководителей других государств. Уже в понедельник Алексея Навального перевели в стационар больницы для осужденных. Но это никого не успокоило в российской оппозиции поддерживающей Навального. В этом увидели подвох. Финансист и известный противник Путина Слава Рабинович пишет. НКВДшник Путин провел очередную спецоперацию. Он перевел Алексея Навального из ИК-2, покров общий режим, в ИК-3, Владимир, строгий режим, плюс туберкулезная тюремная больница, чтобы спрятать его от адвокатов и отсечь от коммуникации с внешним миром перед митингом 21 апреля. Речь идет о том, что 21 апреля команда Навального решила организовать акцию протеста в Москве и в Санкт-Петербурге. Именно в этот день президент Российской Федерации будет зачитывать свое послание Федеральному Собранию. При этом уже буквально на следующей неделе в России все структуры оппозиционера признают, скорее всего, экстремистскими. На Западе, в свою очередь, уже вовсю пиарят эти протесты. И наверняка они станут очередным фактором роста напряженности между Россией и Западом. Хотя эта напряженность, как видим, и так зашкаливает из-за ситуации вокруг Украины. Мы выяснили, чем именно болеет Алексей Навальный и какие у его болезни будут политические последствия. Смотрите, до конца все станет ясно и понятно. Разбираться нам помогает журналист страны Екатерина Терехова. Некоторое время после этапирования в колонию во Владимирской области Алексей Навальный на волю передавал, ну, знаете, такие веселые письма. В них он рассказывал, как сушит сухари, просит Юлю привезти ему вермишель быстрого приготовления, какой-нибудь там дошик, доширак, у нас это мивина. А также в красках описывает свое общение с сокамерниками. Однако в один момент буквально настроение его резко поменялось. Оппозиционер стал жаловаться, что к нему применяют пытки в виде отсутствия сна. Якобы каждый час сотрудники колонии включают у него в камере свет. Типа, будет его таким образом, чтобы проверить, на месте он или нет. К этим жалобам в скором времени добавилась еще и боль в спине и анимение конечностей. Далее Навальный стал говорить, что он едва ходит и попросил пустить к нему личного врача для осмотра. Это пожелание руководство колонии удовлетворять не стало и с 31 марта по этому поводу Навальный объявил голодовку. Он не ест и не пьет воду вот уже 20 день. У него развился кашель, временно повышалась температура. Вскоре, по словам адвоката, у Навального были обнаружены две межпозвоночные грыжи. То ли из-за отсутствия пищи, то ли из-за боли в спине, анализ крови Навального показал не очень хорошие результаты. Эти результаты комментировала личный врач Навального. Вот только есть момент, она как-то путается в показаниях. Буквально в воскресенье она назвала Навального умирающим, а уже в понедельник заявила, что нельзя переводить здорового человека, ну в смысле Навального, в тюремный медблок. На фоне ухудшения состояния здоровья оппозиционера была запущена целая серия заявлений к Путину о Навальном. В субботу, 17 апреля, издание Le Monde опубликовало заявление 70 культурных деятелей Запада. Среди подписантов открытого письма к Путину касательно Навального были такие знаменитости, как Камбер Бэтч, Джоан Роулинг, Дэвид Духовный, 5 лауреатов Нобелевской премии по литературе и много других. Все призвали, чтобы Навального обследовал его личный врач и лечили оппозиционера по его выбору. И что это право любого гражданина России. И вот, собственно, если будет интересно, полный текст письма, открытого к Путину. Американские СМИ опубликовали колонки в разделе «Мнение» по поводу Навального. The New York Times, например, сделал такой заголовок. «Алексею Навальному нужны его врачи. Путин может спасти жизнь своего врага. Он должен». Далее в тексте журналисты пишут следующее. «Господин Путин должен осознать, что если он позволит Навальному погибнуть в колонии, это закрепит его репутацию убийцы, как его недавно назвал президент Байден. И мстительного деспота, который пойдет на что угодно, лишь бы заставить замолчать своих критиков. Путин находится во власти достаточно давно, чтобы понимать, какую реакцию это вызовет в мире и среди россиян, уставших от его все более авторитарного и не имеющего сроков давности правления». Обращение выпустили и журналисты The Washington Post. Там заголовок такой. «Путин медленно убивает Навального и вот как США могут его спасти». Корреспонденты издания призвали Соединенные Штаты Америки, а также другие западные страны продолжать вводить санкции против России. Авторы предлагают заморозить активы, ввести запрет на въезд против олигархов и чиновников, которых Навальный назвал хранителями богатств Путина. Это выглядит как стратегия, у которой есть шанс на успех, но если этого не произойдет, то с таких санкций должны начаться последствия для Кремля, если он будет настаивать на реализации своего плана замедленного убийства. Затем в воскресенье 18 апреля к руководству Российской Федерации обратился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам. «Мы призываем власти России срочно предоставить Навальному доступ к профессиональным медикам, которым он доверяет. Российские власти ответственны за безопасность и здоровье господина Навального в исправительной колонии, и мы считаем, что они должны отчитываться за это». Буквально на следующий день он сказал, что могут из-за этого против России быть введены новые санкции, но потом добавил, что ситуация, конечно, может поменяться. Более жесткое заявление выпустил советник Байдена по национальной безопасности, господин Салливан. Он сказал, что если Навальный умрет, то для России будут последствия. «Мы сообщили российским властям о том, что они ответственны за то, что происходит с Навальным во время заключения, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом». Но это абсолютно не помешало вчера общаться с Салливану по телефону с Патрушевым и говорить о будущей встрече Байдена и Путина. Кстати, Путин вчера дал согласие на эту встречу. То есть, как видим, эти процессы проходят параллельно и друг другу не мешают. Тут американцы говорят, что Россия будет для вас последствия, а здесь же они договариваются о встрече на высшем уровне. В Москве же обращение Запада, в частности, комментарии советника Байдена Салливана, восприняли как прощальное письмо Навальному. Мол, он в США нужен мертвым, чтобы ввести против России новые санкции. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жизнь осталась недолго. Они ему уже выслали билет на тот свет, лишь бы России пакостить. А вот теперь пусть знаменитые блогеры почувствуют, что такое американская дружба. Как говорится, дружим пока нужен. Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо. Мол, работали вместе, но все пошло не так. И живой ты нам не нужен. Извини, но вот так. Огромный пост у себя в Телеграм-канале также опубликовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лейтмотивом этой публикации послание Западу, мол, лучше бы вы следили за своими заключенными и соблюдением их прав у себя в странах. А в дело России, мол, вмешиваться не надо. В частности, Володин напомнил о судьбе Джулиана Ассанджа, которого уже несколько лет держат в тюрьме за обнародование общественно важной информации. По сути, за то же, чем занимался Навальный и за что, как считают на Западе, его посадили. Более кратко высказал позицию Кремля спикер Путина Дмитрий Песков. Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса. Ранее в Кремле отмечали, что не следят за здоровьем Навального, мол, это не в компетенции президента Российской Федерации. Мы также выяснили, почему к Навальному не пускают его личного врача, как этого требует Запад. Дело в том, что заключенные в Российской Федерации не имеют права приглашать в колонию своих личных врачей. В Российской Федерации лечение заключенных регламентировано рядом с законов и приказов. Поэтому все эти обращения и культурных деятелей Запада, а также руководств межправительственных организаций и США противоречат законам Российской Федерации. Также мы поговорили с одним московским врачом, который прояснил нам один интересный момент про основного лечащего врача Навального. В истории с Навальным меня больше удивляет другой факт. То, что его основной лечащий врач Анастасия Васильева по специальности офтальмолог. Уже этот факт говорит о том, что все заявления Запада по допуску врача к Навальному не имеют ничего общего с медициной. Последний раз, насколько я знаю, команда Навального нашла ему терапевта. Это произошло уже после того, как медицинское сообщество высмеяло, что главный оппозиционер страны доверил лечить свою протрузию окулисту. По словам специалиста, чтобы излечить Навального от боли в спине, пичкать его лекарствами недостаточно. Нужны массажи, изменение образа жизни, нормальное питание, регулярные прогулки, ЛФК, гимнастика. Очевидно, что в условиях заключения Навальный не сможет вылечить свою спину. Разве что ситуация не ухудшится до той степени, когда ему будет, я не знаю, назначена операция по удалению этих грыж. И знаете, друзья, есть одна очень интересная аналогия, которую я вам сейчас расскажу. Украинцы наверняка помнят, что Навальный это не первый оппозиционер, который жаловался на боли в спине. Оказавшись в местах не столь отдаленных, ну в смысле в местах заключения, судьбу инвалида-спинальника в свое время пророчили Юлии Тимошенко, когда она была в Харьковской колонии. Помните, на Майдан она даже выезжала в инвалидной коляске, но в туфлях, на шпильке. Диагноз ей тогда ставили идентичный, фактически, что сейчас у Навального. После того, как она отправилась в Качановскую колонию, у нее была диагностирована межпозвоночная грыжа. И сначала, напомню, ее перевели в Харьковскую клиническую больницу номер 5, а оттуда уже в берлинскую клинику Шерри Тег. Я смотрю, у позиционеров эта клиника пользуется особой популярностью. Германские специалисты тогда после обследования Юлии Тимошенко заявили, что вот то состояние, в котором она сейчас, исправить в Украине нельзя. Нужно спецоборудование, использование специальных методик. В украинских СМИ со ссылкой на родственников Юлии Владимировны начала появляться информация о том, что лидер Батьковщины при смерти. В итоге тогда немецкие специалисты заявили, что есть угроза инвалидности, необходимо оперативное вмешательство. И тогда, помнится, вопрос о предоставлении возможности Тимошенко лечиться в Германии обсуждался как одно из условий подписания Украины соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Давление на тогдашнего президента Виктора Януковича было очень сильным. Но он тогда Юлю Владимировну лечиться так и не отпустил. И, к слову, вот это вот давление Европы по поводу отправки Тимошенко на лечение стало одним из довольно-таки важных факторов, почему Янукович не подписал соглашение об ассоциации. В итоге Тимошенко уехала лечиться в Германию уже после Майдана, после смены власти. Вылечили ее довольно-таки быстро, и сейчас она очень неплохо ходит на каблуках и в обтягивающих юбочках. Кстати, как и Навальный, Юлия Тимошенко объявляла голодовки, но они такие были у нее, более краткосрочные. А российский оппозиционер ничего не ест вот уже 20-й день. И государство Российской Федерации по закону имеет право применять процедуру принудительного питания. Об этом написано в Уголовно-исполнительном кодексе. В случае отказа осужденного от приема пищи, возникновения угрозы его жизни, допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям. Это четвертая часть 101-й статьи. История с Тимошенко, конечно, похожа на историю с Навальным, но пока незаметно, чтобы Запад пытался добиться освобождения Алексея с целью его лечения за границей или у его личного офтальмолога. Ведь Алексея в эмиграции не сможет создать серьезных поводов для протеста. Тогда как в тюрьме или на свободе, но только в России, он является действующим, хотя и внесистемным политиком. И следующий митинг собирают на 21 апреля, как раз в тот день, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Это послание обещает стать знаковым, поскольку прозвучит в момент мощной конфронтации между Российской Федерацией и Западом. И особенно американцами. И протесты за Навального позволят, в принципе, создать картинку, что люди в самой России вышли против агрессивных действий Российской Федерации на международной арене. Таким образом, ну если, конечно, удастся раскачать и раскачегарить эти акции, какие-то громкие обвинения Путина в адрес Запада попытаются завуалировать месседжем «Вот смотрите, народ против этого». Впрочем, судя по последним акциям в поддержку Навального, там было не очень много людей. Есть большие сомнения, что удастся провести эти акции как-то централизованно, что ли, ведь в МВД Российской Федерации уже предупредили, что акции будут пресекать. Но даже если этот митинг в среду пройдет, то он будет одним из последних. Уже в следующий понедельник Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы может признать экстремистскими фонд борьбы с коррупцией, а также штаб Навального. В заявлении прокуратуры сказано. Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. В случае, если структуры Навального будут признаны экстремистскими, а скорее всего так и будет, организовывать сторонников на митинги станет гораздо сложнее, в разы сложнее. Все их каналы в интернете будут, во-первых, заблокированы на территории России. Анонсы митингов будут трактоваться уже не просто как призывы прийти на несогласованную акцию, а как вербовка и вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации. И, в общем, организаторам этих акций будет светить уже не 30 суток где-нибудь ВТТ или СИЗО, а до двух лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности. Ну и участникам этих акций будет светить уже очень большой штраф, ну и разные другие виды уголовной ответственности. Более того, осуждение гражданина Российской Федерации по статье «Экстремизм» ставит крест, в принципе, на его будущем в этой стране. Ни в один приличный вуз его не возьмут на работу, на хорошую тоже. Даже охранникам в супермаркет не возьмут официально. Ну и, в принципе, для граждан Российской Федерации, я думаю, эта информация и так известная. Ну и самое неприятное для самой команды Навального, в случае чего, их разгонять будут уже не просто дубинками полицейские, а, например, если бы в центре Москвы собралась там группировка ИГИЛ памятинговая пили, наш правый сектор из Украины бы приехал. Просто правый сектор в России признан экстремистской организацией. В общем, было бы максимально жестко. При этом в Москве каких-то победных настроений относительно сторонников Навального нет. В субботу москвичам даже предложили принять участие в вопросе, который касался массовых собраний, а также терроризма и экстремизма. Их также опрашивали об отношении к протестам за Навального. Также звучал ряд вопросов о том, как именно нужно бороться с терроризмом и экстремизмом. Очевидно, что российское правительство хочет понимать, к чему им готовиться в ближайшее время. Это значит, что власти не исключают резкого обострения ситуации. Например, в случае смерти Навального, о чем активно заговорили на Западе. Ну а посмотрим, что там будет дальше. Пристально следим за развитием событий, о всем рассказываем вам. Послушаем и послание Путина федеральному собранию, проанализируем его и тоже расскажем. Наверняка там что-то будет и про ситуацию в Украине. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.юэй. Чтобы не пропустить следующий блог, который будет касаться вчерашней встречи советников, лидеров стран Нормандской четверки, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Что думаете по поводу Навального, его болезни и такого странного посыла Запада и такой жесткой реакции России? Пишите в комментариях. Совсем скоро увидимся. Пока!